Это последний доклад в этой сессии. Я хочу поздравить Пенкетчу Тумар, он учитель ПЕРМ, и он делает его декретарь на статистическом и аналогичном и финансовом рынке. То есть, тема будет немного добавлять предыдущий доклад. Итак, хорошо. this is kind of a broad topic, but today I am going to talk about this Byая, it is agent ecology. So, this is a quick overview of what I am going to do within in this 20 minutes. First is a brief introduction, then agent ecology, and then we will talk about the empirically irritated engine Далее есть метод, как вы сможете улучшить эти оперативные эксперименты. Далее мы поговорим о датах. Далее мы поговорим о механических техниках. Далее есть имплементация. Мы имеем симуляции и оперативные эксперименты. Результаты. Окей. И я знаю, что так, как мы понимаем, что это очень поворотно. Но почему статистически добавляем это на мой взгляд? Потому что если мы понимаем, что мы с этим администремлементом, то есть мы можем выбрать себе какие-то какие-то качества. Также мы можем выбрать какие-то основные процессы. или Markt-microstructure это довольно довольно difficult что ты делаешь что выложите мне кажется, что для меня администрации так что я talented это статский модел и тогда я собираюсь создаю это так что что модель администрации эта статский модель прежде всего Продолжение следует... 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 Мы будем проверять это empirically. Когда я скажу, что мой тренинг атмосфера или мой тренинг эвиромент будет популярен с этим номером. И когда я скажу, я должен проверить это empirically. Это точно что мы будем делать. Что есть происходящие упрощения в рынке? Я имею в виду, в качестве рынка. Первое, что байклустот и плейкласса. Я имею в виду МАМК и ГИТТА. И Кирланко, я имею в виду, это МАКО. Это в процессе МАКО. Они используют машин-технические, что называется инверс-реенфорсмент-learning. И в физике, есть различные технологии, что есть метро-каналисы. Многие люди проводят много работы с СПМ. Эти данные мы будем использовать. Мы будем использовать данные данные. Мы имеем данные данные. Это МАИСИК. Это Азент-резолвт-дата. Я уверен, что вы знаете. Азент-резолвт-дата. В Азент-резолвт-дата, это МАИСИК. И это МАИСИК. Это МАИСИК. и это МАИСИК. Это МАИСИК. Это МАИСИК. И это МАИСИК. Это 1-2 гп. Но это не имеет много информации. Но мы продолжим сделать это. Это не так, что это МАИСИК. И я могу использовать это. Это МАИСИК. И я буду делать это. И я буду делать это. И я буду делать это. Это МАИСИК. Это МАИСИК. Это МАИСИК. У них есть 2-е. МАИСИК. Это МААИСИК. И в последнее время я буду делать это. у меня там есть дваfficlț. И мы имеем класс. Когда я приезжаю в био-клусторе, мы будем фильтровать транзиент. В этом случае мы будем добавлять background layers. Таким образом, я имею в виду background layer, что какие-то крупные риски или ликвидные действия происходят на рынке. Это одна вещь. Деманд и заплаты, когда при этом при этом люди не покупают, это не переносит и empirически верифика, как Лилов. Мы будем добавлять эту тему. Есть много туманных 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 туманных. Био-клусторинг, это первое, было использовано Ченг и Чех. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... So, let's say volume, or trade per second, so traders will take something like that. Now your job is that once you have that kind of mathematical model, then you have something which needs to be optimized. So I have this kind of optimization, and in our bio-clusters they have an optimization process that is called Cartesian optimization. So they optimize this thing. This is some kind of a trial model. So let's say I have a row data, the t1 at .p2. And what I am interested here is that, I am interested in this. So at time t3, I am interested in finding a bio-clusters. So what I do is that, so I have like traders data, and then I add variables. I have like this. But how do you confirm? How do you confirm that this exists and bio-clusters do exist? Or such kind of a cluster exists? Then what you do is that, you start adding some background data that filters out any transient patterns and all that. And here you have some kind of bio-clusters fitted in there. Okay. So now once you have a bio-cluster arrived, that is like say at a very particular time, you have one bio-cluster. But you need to search also. Search. And after a certain point of a time, the search will be over. For that, you perform permutation test. That actually find out, okay, this is the bio-cluster. They have a same trading strategies or other some parameters. So, what here we did is that, like we did two kinds of analysis. So, first was like, that was very random. So, I generated data that is normal, which have some mu. I mean like some mean. And then I generated some kind of like matrix. And then I find bio-clusters. And this I compared with some kind of strategy grants. Strategy grants, I mean like you can find it. There is a paper called low latency trading by Hasberg. So, he identified like how you can identify based on the strategy grants. So, I compared that with this and that was like more or less, it was giving results. And there are some basic assumptions which I had taken. Which I took and like, that's not that good. I mean like I told you, this is just an exercise, not like. So, what here I have done is that, I made lambda very large. So, they would be smoothing patterns. And what we assume that even frame of a time, say like in a pre-end, because I have done analysis for the seven days. So, I assume that there won't be any changes in the clusters. So, they will remain constant. But that's not true. So, that's like, when you are doing clustering for a year, they would be dynamic clusters. Say after three months, the cluster may change. But here, the assumption is like, released. Okay. We use the following variables. So, the trades per second, trading volume. And strategy runs, median deviation of the trades. So, these are the variables we have used. So, once organized, the data consists of 2, 5, 4, 9 rows. So, these are the traders. Four columns, that are my variables. And 1, 86 times per year. So, anything like this. And then we apply our algorithm to the data. And this is what we get. So, here what we have done is like, when we, so, HFT in our seven-day data. So, it is like, when I am using a smooth plate, so it's 5, 4 number of HFT. But, strategy is scoring. But strategy runs, it's only 2. Market Maker is 46. Opportunist takes 5, 9, 8. Fundamental bars, or sellers, 6, 70. And it's small. So, it's a big number. And we have included like, different number of the traders. Uh, excluded some traders also. This is, uh, uh, it's a heat map. So, log n is of the strategy plan. It shows that, like, So, what you can see is that, like, the activities of HFT is quite hard. And we have done different, this exercise with like, volume and all that. But the result was not that bad. So, this result was a bit, like, satisfying. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.